МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перезаказали преступление. Ранее судимый? Да. Год, статья, каким судом, за что? Верховный суд, 2002-м. Задержаны подозреваемые в поджоге автомобиля в центре Казани. И как не лишиться денег в глобальной паутине? На тот или иной сайт заходят, совершают покупки тех или иных вещей. До них просто эта покупка не доходит. Технология обмана. Это не только прямо сейчас. Подозрительный автомобиль остановили сотрудники автоинспекции на улице Восход. Причиной была рядовой проверка документов. Но то, что увидели сотрудники ГИБДД, подойдя к машине, заставило их более тщательно осмотреть и водителя, и само транспортное средство. Даяна Саитова с подробностями. Причина, гражданская барьера, сюда подойдите, пожалуйста. Эту «Ладу» 10-й модели автоинспекторы остановили на улице Восход для обычной проверки документов. И заметили, что в ходе этой рядовой процедуры водитель стал сильно нервничать. Это и дало повод для тщательного досмотра. Впрочем, и состояние 23-летнего молодого человека автоинспекторам показалось странным. Они предположили, что он может находиться в состоянии наркотического опьянения. Сам молодой человек говорит, что не понимает, что тут вообще происходит. Мол, только открыл глаза, как увидел сотрудников ГИБДД, и не понимает, что они хотят. Чуть позже автоинспекторов сменила следственно-оперативная группа. Все вещества, найденные в машине, они отправили на экспертизу. И уже от ее результатов, итогов медицинского освидетельствования молодого человека, будут зависеть дальнейшие процессуальные решения. Даяна Саитова, Нахисам Минязова, Адель Мулахметов, Вызов 112. Мерседес сбил двух девушек сегодня днем на пересечении улиц Товарищеской и Достоевского. Автоинспекторам водитель немецкой иномарки объяснил, что ехал по последней в прямом направлении. На перекрестке его подрезал неизвестный автомобиль. Избегая столкновений, водитель резко вывернул руль, после чего вылетел на тротуар, где сбил двух пешеходов и снес дорожный знак. По предварительной версии, пострадавшие не получили серьезных травм, отделавшись ссадинами. Экстренные службы города приехали сегодня на территорию одной из фабрик в центре Казани. Как оказалось, на третьем этаже частично пустующего здания загорелась серверная комната. Прибывшие на место огнеборцы оперативно справились с огнем. По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание. В результате происшествия никто не пострадал. Полицейские Казани задержали подозреваемых в поджоге автомобиля. Volkswagen сгорел в центре Казани ночью 19 января этого года. Установив исполнителя, стражи порядка вышли на организатора. Однако позже выяснили, что фактическими заказчиками являются совершенно другие люди. Получив заказ на поджог автомобиля, двое подозреваемых наняли другого исполнителя. Все подробности у Альбины Минебаевой. Немецкую иномарку Volkswagen сожгли еще 19 января в центре Казани. Поиск по горячим следам ничего не дал. Лишь спустя время по подозреванию в поджоге полицейские задержали ранее судимого 23-летнего жителя Казани. Он не стал скрывать, что преступление совершил по просьбе двух своих приятелей, рассказавших ему о якобы возникшем ранее конфликте с хозяином автомобиля. Работайте где и кем? Юристом организации. Какая организация? Кроме того, оперативники выяснили, что истинными организаторами были не они, а другие люди. Фактически исполнители, которых наняли для совершения этого преступления, просто перезаказали поджог своему знакомому истинных целей и заказчиков. Он, вероятно, и не знал. В ходе дальнейшего проведения оперативно-следственных мероприятий сотрудники полиции установили непосредственных заказчиков данного преступления. Ими оказались двое сотрудников одного из казанских банков, перед которым у потерпевшего был долг. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Решением Вахитовского районного суда двум подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Один находится под домашним арестом. Сейчас стражи порядка устанавливают обстоятельства и мотивы совершенного преступления. Альбина Минибаева, Айрат Назипов, Вызов 112. Лишиться денег одним кликом мыши вполне реально, предупреждают полицейские. Виртуальное мошенничество сейчас один из самых популярных способов выманивания реальных денежных средств. В отличие от других методов, этот больше направлен на пользователей всемирной паутины, в идеале не знающих всех тонкостей виртуального пространства. Айрат Назипов о том, как действуют мошенники и что делать, чтобы не быть обманутым. На тот или иной сайт заходят, совершают покупки тех или иных вещей, до них просто эта покупка не доходит. Потерять пароль и логин от какого-либо аккаунта, либо же деньги проще простого, предупреждают полицейские. Достаточно одному клика мышью. Например, наклон неизвестных сайтов или интернет-магазинов. Пользователи думают, что находятся на оригинальном сайте, делают заказ, водя при этом данные банковских карт. Как итог, человек не получает желаемого товара и заодно лишается своих кровных. В отличие зеркального сайта от оригинального, например, или это будет одна лишняя буква, это будет или одна лишняя цифра, или одна лишняя точка. То есть, один в один сайт не зарегистрируется никак. Под угрозой и аккаунты в социальных сетях. Получив доступ к странице, мошенник начинает писать от имени пострадавшего его друзьям с просьбой перечислить деньги. Что бы ни случилось, говорят полицейские, не стоит торопиться кликать на подозрительные ссылки. Иначе вирус может загрузиться автоматически. Вредоносные программы, сами того не знаю, устанавливают на свой компьютер. Процесс установки на экране монитора они не видят. А уже все сведения, которые сохранены на компьютере, вот этот мошенник, он может посмотреть. Особенно уязвимы телефоны. Для обмана пользователя с помощью гаджета существует множество способов. СМС-сообщения или мессенджеры каких-то поступают. Такие, посмотри, какие у нас совместные фото. Очень много такая рассылка идет. Ты нажимаешь на эту ссылку, думаешь, что там фотография какая-то загружена совместно. А на самом деле это вредоносная программа, и она тем самым закачивает телефон. Или могут на почту приходить, вы выиграли там приз, пройдите по ссылке. Чтобы не попасть в виртуальную ловушку, говорят полицейские, следует соблюдать простые меры предосторожности. Не переходить по подозрительным ссылкам, перепроверять название и дизайн сайтов, читать отзывы, а также регулярно обновлять антивирус на компьютере. Айрат Назипов, Амирзалешев, Вызов 112. Полицейские Таташтана задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По версии Стражи Порядка, два человека обналичивали деньги клиентов, получая за это определенный процент от сделки, заработав таким образом больше трех миллионов рублей. Кроме того, полицейские заподозрили, что одна из задержанных похитила два миллиона у строительной фирмы, не выполнив перед ней свои обязательства. С деталями Рамиль Шайдулин. По предварительной версии, два человека, мужчина и женщина, незаконно обналичивали денежные средства своих клиентов. За каждую транзакцию они получали определенный процент от общей суммы сделки. Полицейские подсчитали, таким образом подозреваемые заработали свыше трех миллионов 170 тысяч рублей. В ходе проведения обысков по месту жительства подозреваемых и в офисе организации, задействованной в схеме обналичивания, сотрудники полиции обнаружили и изъяли оргтехнику, около 300 банковских карт, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, наличные денежные средства на общую сумму 550 тысяч рублей. Кроме этого, полицейские выявили еще один преступный эпизод. По версии сражей порядка, 40-летняя жительница Казани похитила свыше двух миллионов рублей у одной из строительных фирм, обещав им купить на эту сумму сварочное оборудование. Следственной частью ГСУ МВД по республике Татарстан по данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, это незаконная банковская деятельность, и статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, это мошенничество. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде второму задержанному изберут меру в ближайшее время. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, вызов 112. Полицейские в Татарстане изъяли полторы тонны фальсифицированной алкогольной продукции. Поддельные спиртные напитки на территории набережных Челнов сбывали двое жителей Свердловской области. В автоград по версии стражей порядка немаркированный товар доставлялся из Екатеринбурга. Алина Бережная продолжит. Оперативники установили, что контрафакт поддельники доставляют в набережные Челны из Екатеринбурга. В ходе проверочной закупки полицейские приобрели у фигурантов в общей сложности полторы тысячи литров немаркированного алкоголя на сумму 180 тысяч рублей. Как выяснили полицейские, в основном подозреваемые предлагали своим клиентам крепкие спиртные напитки, разлитые в бутылки с этикетками известных производителей. По факту незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, возбуждено уголовное дело. Сейчас в отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Следователи ищут возможные дополнительные эпизоды их противоправной деятельности. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.